Всем привет! Blacksmith Family на связи. Сегодняшний выпуск мы посвятим тому, что расскажем, какие продукты и за сколько здесь можно покупать. Где мы это делаем, ну и где какие примерно цены покажем. Вариантов бесконечно практически множество. Здесь есть метро, но туда мы еще не ездили и пока не планируем. Самый распространенный здесь магазин Migros. Мы его нашли еще в самом начале. И отличие Migros друг от друга размером. Есть Natrium, самый большой Migros. И соответственно, чем меньше BookFem, тем меньше Migros. Migros самый основной магазин. В нем есть все от продуктов до какой-то там техники, минимальной тапочки. Мы покупаем здесь в основном все, что нам нужно для расходов ежедневных. Сейчас зайдем и покажем вам цены. Вот за нами один из самых больших Migros, в который мы ездим. Он находится здесь недалеко от набережной и от Челыш. Второй вариант это рынки. Рынки здесь есть воскресные. То есть работающие по воскресеньям. Мы в это воскресенье поедем и покажем вам цены и все, что там есть, ассортимент. Туда приезжают фермеры всякие. Все, кто живут здесь в маленьких деревеньках и привозят свои продукты в том числе. Посмотрим. Есть центральный рынок, находящийся в центре старом Фитхие. Мы вам тоже покажем обязательно. Там продаются очень вкусные овощи, фрукты, клубника. Мы покупаем там. Покажем тоже по ценам, по ассортименту. Там есть отдельный рыбный рынок внутри этого рынка. Сыры. Ну то есть там в основном такие продукты, которые продаются на рынках. Расходные овощи, фрукты, сыры, рыба. Вот. Здесь есть магазин СОК. Он более экономного типа, как у нас пятерочка или копейка, скорее всего. В нем меньше ассортимент, в нем ниже ценник, чем в Мегросе. И он менее такой цивильный. Хотя есть большие соки. Здесь есть метро, как я говорил. И есть здесь еще несколько магазинов таких коротких сетей. И третий вариант, где можно покупать продукты. Это на всех улицах, ну на многих локальных, есть локальные магазины продуктовые. Они продают от хлеба до той же самой продукции. Закупают они где-то это все оптимым и продают чуть дороже, чем в том же Мегросе, например. Но если вам далеко ездить лень, всегда возле дома можно найти. Пойдемте посмотрим, что есть в Мегросе и сколько это стоит. Мегросе и овощи мы берем в основном на рынке. Так иногда если нужно что-то докупить, то берем здесь. Там бананов нет. Муж говорит, что на рынке нет бананов. Сколько стоит здесь килограмм? 27 лир. Взвешивают, кстати, на кассе. То есть тут нету никаких весов. Просто берешь спокойненько и там все пробивают. Да, вот авокадо, например. Здесь просто как камень не берите. Потому что на рынке они просто нереально мягкие, шикарные и очень вкусные. Вот такой лоток клубники на рынке, чуть поменьше, правда, стоит 25 лир. Здесь 32 лиры, ну примерно то же самое получается. Она очень вкусная и ароматная. Классная клубника. Но мы сегодня поедем на рынок, купим там килограмм, да, 56 лир за имбирь. Имбирь тоже очень хорошо выглядит. Так, дальше апельсины 6 лир за килограмм. Яблоки, соответственно, в разную цену. Ну вот тут, видите, 16 лир, 9 лир, 14 лир. Так, что касается воды. Маленькая 0,5 воды стоит 3 лиры. Это 15 рублей, да, получается. А полуторалитровая стоит 6,5 лир. Это примерно 30 рублей, получается, за полтора литра. Но мы берем себе домой сразу пятилитровые, чтобы побольше было у нас воды. Дальше тут, видите, есть всякие зелень, картошка, лук. Посмотрим, сколько стоит картошка. Килограмм картошки стоит 10 лир. Это сколько? 50 рублей. Я не знаю, сколько у нас стоит. 5 лир стоит лук. Дальше посмотрим молоко. 10 лир за литр молока. 50 рублей тоже получается. Муж сказал, что будет отдельный целый ряд молока. Так, тут есть очень вкусные кексики, которые я просто обожаю. Они стоят 4 лиры. Это 20 рублей. Я их беру себе побольше. Какие йогурты у нас любят пьет? Йогурты. Вообще, в целом, тут все импортное стоит дороже. Да, очень стоит. Вот за маленький йогурт получается 12 лир. Там около 60 рублей. Йогурты по 12-20 лир. И смотрите, какие есть огромные упаковки йогурта. Семейные, как в Америке. Чтобы сразу на всех хватило. Мы хотели прийти сюда днем, но, как обычно, завертелись в делах. И теперь здесь очень много людей. И мы немножко всем мешаем со своими обзорами. Но ладно. Так, идем дальше. Сыры. Сыр тоже, смотрите, какие огромные есть. Брынза. 60 лир. 6 и 5, 30. 6 и 5, 30? 300 рублей стоит. 300 рублей стоит вот такая бадья сыра. Но это местный сыр турецкий. Мы покупаем обычно более классический вариант. Это вот такой сыр нарезка. Мы очень любим... Да. Это стоит 90 лир, 450 рублей. Ну вот, как бы, такая достаточно большая упаковка. Вот. Есть подешевле, но они не такие вкусные. И видите, тут тоже есть импортный сыр президент, который стоит 50 лир, 250 рублей. Ну, тоже, в принципе, недорого. Так, идем дальше. Кстати, здесь есть еще всякие сыры типа пармезана тоже. Но они стоят вообще каких-то огромных денег. Вот, например, видите, пармезан 100 лир. Это 500 рублей вот за такой кусок. Ну, то есть, вот такие продукты. Они у нас дешевле 150 лир. Да, то есть, импортные какие-то бри, камамбер. Но выбор есть всего. Камамбер 300 рублей. Ну, как у нас, в принципе, в Москве. Сыр Филадельфии есть. Веганские сыры, кстати, да. Вот, смотри, веган, веган, веган. Тоже, если кому интересно. И вот, муж нашел мне моцареллу. Шарики моцарелла. Стоит 27 лир, 28. Так, сколько это? 150 рублей за гигантскую банку. Ну, кстати, нормально. Тут есть также свежая рыба. Мы, конечно, предпочитаем на рынке таким закупаться. Но вот, смотрите, тут. К сожалению, не знаю название рыбы. Не могу прочитать по-турецки. Огромные гигантские креветки. Кальмары. Вот, 389 за килограмм. 119 рыба. 199. Соответственно, дальше идет мясо. Давайте посмотрим. Мы просто сами мясо не покупаем. Поэтому не знаем, сколько оно должно стоить. Но вот, например, антрикот. Это свинина или говядина? Короче, мы даже не знаем, говядина это или свинила. Но вот такое мясо стоит 200-280 лир. Вот тоже всякие куриные наггетсы. Стоит 20-30 лир. Вот большая упаковка тоже гигантская. 34 лиры. Так, 170 рублей получается. А вот обычная курица, да, как многие покупают, она стоит 86 лир за лоток. Да, да. Так, нет, не за лоток или за лоток. Нет. Тут вещь, потому что вес написан. Этот один килограмм, значит, за килограмм. Ну да, вот за килограмм. Да, килограмм. То есть, в принципе, в этом лотке как раз один килограмм. То есть, 86 лир стоит. Так, для любителей нарезки колбасы. Здесь, на самом деле, очень сильно варьируется цена. То есть, можно идти за 30 лир. Упаковку такой нарезки можно за 118. Вот опять 30. Большая за 39. Мини сосисочки. Что-то случилось. Так, переходим к маслу. Масло стоит 8, 12, 13 лир, 10 лир. Ну, то есть, где-то примерно 50 плюс рублей. Тоже дешевле, чем у нас в России. Насколько я помню, у нас 150 где-то стоит. Дальше идем, посмотрим на яйца. 20 лир, 27, 25. То есть, получается, что около 100 рублей. То есть, в принципе, как у нас. Мы перешли к чаю. И помимо обычных пакетированных чаев, как у нас, которые тоже на, в принципе, любой вкус и кошелек есть. То есть, можно найти какие-то супер дешевые за 7 лир. Вот, а можно найти что-то, вот, например, Ахмад Ти за 127. Ну, опять же, потому что это импортный продукт. Вот, и заканчиваю вот такими вот гигантскими упаковками. Это вот туркиш-ти, расскажи, как раз, что у нас будет. А вот эти вот гигантские упаковки чая, как вы думаете, смотрите, сколько их много тут. Это настоящий туркиш-ти, турецкий чай, который заваривается вот в таком двойном, ой, вот в таком двойном чайнике. И мы сделаем отдельный выпуск, покажем, как заваривать правильный турецкий чай, который пьют вот в таких вот чашечках, которые, вы видели, всегда подают здесь, собственно, в ресторан. Вот, потому что чайник у нас такой уже есть. Сахар. Когда в России началась вся вот эта ситуация, начался сильный ажиотаж вокруг сахара. Сахар есть, все в порядке. Продается вот в таких 5-килограммовых и 3-килограммовых мешках. 5 килограмм стоит 90 лир. Примерно 45, ой, нет, 450 рублей получается. Муж нашел мой любимый ММДЭМС. 14,50 стоит. 14,50 стоит. Ну, дешевле, да, чем у нас. У нас такая упаковка что-то типа 209, по-моему, стоит, нет? Мы дошли до воды, которую мы покупаем домой. Сколько это литров? Это 5, это 10. 5-10 литров. 10 литров стоит примерно 20 лир. То есть 100 рублей получается. 10 литров воды. Я пока, муж выбирает воду, расскажу про соки. Тут, кстати, не очень большой выбор соков. То есть на весь магазин гигантский вот этот один пролет. Это все соки, которые есть. То есть у них это не популярная тема. Но они стоят очень дешево. Тут начиная от 8 лир, это 40 рублей. И заканчивая где-то вот, наверное, 12-13. 13 лир, ну, это тоже примерно 70 рублей за литр сока, понимаете? У нас, мне кажется, что сейчас ценники уже от 100 рублей на простой добрый сок начинаются. Соус песто, который я постоянно беру в салаты. Я вчера взяла вот такой вот нам. 24 лиры. То есть 100, получается, там 30 рублей примерно. В Москве это около 300 за песто. За 40 рублей взяли на пробу гранатовый какой-то соус для готовки. Вот опять же, если это, видите, импортные. Хотя такое ощущение, что это местные, нет? Или это просто как будто закос какой-то, не знаю. Но они стоят тоже дороже, соответственно. Сразу 40 плюс лир. Так, смотрим на рис. Рис упаковка стоит 13 лир. Это 50, там 60 рублей получается. А у нас сколько стоит рис? Я думаю, примерно так же. Выбор достаточно большой. А, и вот макароны тоже, смотрите. Если это барелье, да, которые у нас тоже есть, это стоит примерно 10 лир за упаковку. 50 рублей получается. Причем они все, то есть начиная там от пасты, от длинных макарон, да, заканчивая остальными. Но, если вы передвинетесь в категорию турецкой пасты, то она сразу стоит уже 4 лиры, то есть 20 рублей за пачку макарон получается. Вот, мы взяли себе на пробу. Попробуем. Мне кажется, что в них особо разницы не будет, если честно. Так, подсолнечное масло. У них тоже в лучших традициях есть гигантские канистры по 4 литра, по 150 лир стоит. И вот поменьше, самое дешевое, вот 32 лир за литр масла. А то, чем пользуюсь я, это оливковое масло. Оливковое масло здесь стоит дешевле, чем в России. Например, можно вот 500 миллилитров 50-45 лир. Это 250 рублей. То есть я покупала в последний раз за 500 рублей тоже такую бутылку небольшую, 500 миллилитров. Но если дороже, соответственно, да, выбор оливкового масла просто огромный. То есть это вот все, только оливковое масло. И тоже, пожалуйста, можно сделать целую канисту. Кока-кола. 450, правда, у нас 0,5. Да, бутылки, я не знаю, в Москве. Стоит 5 лир. То есть там 25-30 рублей примерно. Банка-колы 250 стоит 6 лир. Почему? Почему-то. А что, правда, интересно, почему? Ну вот так. Ну все, тогда мы возьмем банку, бутылку. То есть... А эти вот 10 лир. Кто 10 лир? Литровый. А, литровый стоит 10 лир. 50 рублей получается. Так, мы перешли в алкогольный отдел. Всем привет, друзья. Спасибо, что смотрите, что подписаны на наш канал. Мы очень рады видеть здесь всех вас. Помимо YouTube канала нашего, мы завели Instagram. Называется 5E4U. И канал в Telegram. Тоже называется 5E4U. Ссылочки я прикреплю. Там мы делимся всей полезной информацией от стоимости, от вариантов недвижки, аренды, постройки вилл, стоимости на продукты, каких-то изменений, нововведения, отвечаем на вопросы. И просто делимся красивыми картинками, настроением. Хотите почувствовать вайп, муд, настроение как угодно? Подписывайтесь, ссылочки в описании. А всем, кому наши видео полезны, ставьте лайк, колокольчик, делитесь с друзьями. Это помогает продвигать наши видео, делать их более популярными на YouTube пространстве. И, может быть, кто-то увидит новый и подчеркнет для себя что-то классное и сделает какие-то жизненно важные решения. И как это сделали в свое время мы, тоже посмотрев YouTube-канал других ребят. Поэтому спасибо, что вы с нами. И до встречи. Турецкая водка раки стоит за 0,7269 лир. Примерно. Есть за 249, за 209. И есть вот дорогая за 300. И очень красиво. Что касается пива, оно все тут стоит дороже, чем в Москве. Туборг 22 лиры. То есть больше, чем 100 рублей. И, в принципе, тут все. Насчет дороже, в Москве не знаю. Да, я тоже что-то не знаю. Но это местное просто пиво. И тут все больше 20 лир. То есть меньше 20 лир вообще не найти ничего. Даже местный FF 21 лир. Самое дешевое здесь пиво, самое бюджетное. Ну, а странное дороже. Но если мы говорим про привозное пиво, такое как Corona, Le Fe, то оно стоит дороже уже 36 лир. Бекс, Миллер 26-25 лир за небольшую бутылку. Перейдем к винишку. Мы, на самом деле, покупаем вот такое вино. Самое базовое. Это белое называется Кавак. И красное называется Дикмен. Мы полюбили их еще в том году. Это сухие вина. И они действительно очень вкусные. Они стоят недорого. За 1 литр это 90 лир. То есть примерно 450-500 рублей за литр. Но как бы не бойтесь, потому что это просто местное вино. И действительно оно очень-очень даже вкусное. А в целом выбор вин вот примерно такой. То есть есть розовые, белые, красные вина. И можно выбрать на любой бюджет. Тоже есть интересные импортные. Есть и много местного вина. Так, мы перешли в отдел туалетной бумаги. И что мы тут видим? Гигантская пачка 24. 24 рулона стоит 80 лир. Пачечки поменьше. Вот двухслойная, трехслойная. 36 лир за вот 16 рулонов. Трехслойная 12 рулонов стоит тоже 36 лир. Муж играется с бумажным полотенцем. Да, есть ценник иногда в два раза ниже почти. Да, обязательно на кассе купите себе карту. Она стоит, по-моему, 2 лиры. Мы сейчас будем новую брать, потому что я оставила в другой сумке. И цены по карте, они ведь значительно отличаются. Как и у нас в Перекрестке. Кстати, да, тут есть все, включая одежду. Если что, пожалуйста, вот футболки, носки, тапки, все что угодно. Дальше идет бытовая химия. Кстати говоря, вот тут всякие вот эти гладильные доски и сушки. Мы купили себе вчера сушку на рынке, и она стоила 140 лир. А здесь, а что, 129 получается, да? Да, и белая. А здесь 129. Такая же, как у нас. То есть в Мегросе иногда даже выгоднее, чем где-то на рыночках, на улице. Вот такой продуктовый набор. Сейчас посмотрим, сколько денег нам выйдет. Делайте ставки. В общем, вот эти продукты, которых мы набрали и вы видели на прошлой части, обошлись в 156 лир. В общем, вот эти продукты, которые мы набрали и выиграли. В общем, вот эти продукты, которые мы набрали и выиграли. А это субмарина вообще-то, какая-то олдскульная. Это субмарина. Вот это субмарина. Это субмарина.